Приветствую вас. Ваше состояние, которое вы описываете, я бы охарактеризовал как расщепление, то есть идеализацию, причем умеренную, одного, то есть, например, идеализацию жизни, и деидеализацию или, соответственно, обесценивание другого. Это явный признак расщепления. По поводу умеренной идеализации, то есть того, как это происходит у вас. По поводу того, как это происходит у вас. Значит, вы даже боитесь позволить себе признать, что жизнь, она сама по себе вообще не имеет отношения к ненадежности какой-то, вот, к лицемерию и так далее, что жизнь – это куда более такое экзистенциальное понятие. и вы даже жизнь не говорите, что она адекватна. Знаете, то есть адекватность – это, опять же, очень субъективное восприятие, да, субъективное восприятие реальности, людей и так далее. Для жизни нету всех этих категорий, которые вы называетесь. Потому что это все восприятие человека. Это очень субъективное восприятие ненадежности, лицемерия, да. То есть, как правило, это такие бонусные, негативные, я бы даже сказал, детские переживания. То есть некая такая, вот, знаете, слепая вера, да, во что-то. И попытка перенести ответственность на других людей. Потому что вы говорите, что люди лицемерные, да, и они, как бы, как бы, виноваты, да, в том, что с вами происходит. Вот. А в действительности, это вы ответственны за то, что у вас возник вот такой диссонанс. Это вы, вы сами пришли к этому, ну, к этому выводу, да, к этим свеждениям и так далее. Потому что, опять же, вероятно, вероятно, как это думаю я, ага, что вы привыкли полагаться на людей других. Вот. Поэтому здесь имеет место быть расшиплением. и своего рода такое, знаете, детское состояние, да, то есть детское состояние, состояние обиды, состояние какого-то вот, ну, негатива, да. Вот. И это, безусловно, не характеризует вас, как гармоничную личность. Я говорю, без, сейчас, без какой-либо агрессии, да, без какой-либо агрессии, да, без какой-либо агрессии, да, и так далее. Вот это, ну, просто, просто, это факт, что вы вот пребываете в состоянии обиды. Вот. Это означает, что в жизни вы нуждались в людях. Нуждались и скорее всего нуждаетесь до сих пор. То есть до сих пор вы нуждаетесь вот в, ну, в них. Вот. И нужно только постараться выяснить, постараться понять, откуда такая нуждаемость сильная у вас взялась. То есть чем она продиктована эта нуждаемость. Вот. Это, пожалуй, куда более важный момент. видите, вы говорите, я не понимаю, есть ли необходимость жить. Это значит, что жили-то вы, получается, не для, ну, не для себя жили-то, да, не своими представлениями вы жили, а другими людьми жили. Другими людьми их жили, их интересами, да, их там целями, их позициями, может быть, может быть. их взглядами вы жили. Понимаете, какая штука получается. И это, на самом деле, точно есть хорошо для вас, по крайней мере. Потому что вы таким образом ставите себя в эту самую зависимость. То есть в ту самую зависимость, которую вы сейчас испытываете. Ну, или правильнее, может быть, было бы сказать даже не так. ту зависимость, которую вы испытываете сейчас, вы чувствовали всегда. Скорее всего. Вы испытывали это всегда. Просто не замечали, может быть, до поры, до времени. А сейчас это дало о себе знать. хорошо так дало. Когда вы узнали, да, о том, что люди, в общем-то, могут руководствоваться своими какими-то вообще желаниями, своими какими-то целями, своими какими-то интересами и так далее. Согласитесь, это так себе удовольствие, да? Очень неприятно это, скорее всего, было. Ну, для вас может быть неприятно, вообще неприятно, но это не может быть приятно, в любом случае. В любом случае. Вот. И тонкость здесь, она вся в том, именно тонкость, чтобы больше в такие ситуации не попадать. Вот. тонкость вся в том, чтобы вот эта вот история с вами, да, чтобы она была, эта история в последний раз. Чтобы вы больше не попадались в ну, такую ситуацию. Вот. Чтобы вы больше не испытывали таких эмоций очень негативных из-за поступков людей других. Знаете, да? Какая штука. Вот. ибо это это ничем хорошим для вас не закончится. Вот. Что вас так зацепило? Давайте попробуем вот подумать. что вам так неприятно стало. Вот. И так далее. То есть давайте вот вы попробуйте ответить себе на этот вопрос. Это важно. Важно, чтобы вы поняли, что за этим стоит. Важно, чтобы вы увидели причину в себе, а не в других людях. Понимаете? Вот. Потому что если вы будете винить других, да, вот, ну, в том, что с вами происходит, например, если вы будете винить других людей, то вы так и будете переживать фрустрацию. Причем фрустрация будет у вас довольно постоянно. То есть она довольно длительное время будет у вас фрустрация. понимаете? Потому что, ну, постоянно будет негатив, постоянно будут какие-то эмоции, да, которые вам будут отправлять вашу жизнь вообще. Знаете, какая-то 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 штука. Вот. Поэтому обязательно, если вам хочется, и вы испытываете нужду в этом, то обязательно нужно проанализировать что произошло конкретно с вами, что случилось конкретно с вами, почему вы оказались востребованы, вы оказались в нужде, в нужде в контексте надежности, в контексте там, ну, вот, того, что вы писали, да, того, во всех моментах, которые вы обрисовали. Это важно. Важно именно в первую очередь важно для вас. Для вас самого. Вот. ибо необходимость жить, как вы говорите, да, необходимость жить, она как бы она и должна быть всегда. Вот. И если у вас необходимости жить нет, значит, вы не жили, а если вы не жили, то получается, что вы что делали? Получается, что вы спали, все это время вы спали, получается. понимаете? Какая штука. Вот. Вы спали все это время. И конечно, конечно, нет ничего удивительного в том, что если вы спали, то есть проблемы. У вас могут быть проблемы с осознанием себя, пониманием себя и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому если вы хотите заткнуться, если вы хотите, чтобы жизнь поменялась, необходимо не вот так вот коротко описать свою проблему, из которой вообще ничего не понятно, потому что вы как бы по сути ничего не говорите. По сути. Понимаете? Вот. А если по сути вы ничего не говорите, то как вам можно помочь? Помочь? Понимаете? Ну, мы же хотим всего. Мы не хотим что-то сделать для вас. Мы не хотим, чтобы вам было лучше, мы не хотим, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, да? Вот. Людей-то мы изменить не можем, правильно. Людей-то мы не поменяем, потому что людей все устраивает, их устраивает, ну, например, там, я не знаю, такая вот позиция, да? Их устраивает то, как они живут, например. Например. Им нравится, как они живут, им это, ну, как бы, для них это нормально. Ну, оставьте их, оставьте их с этим, понимаете? Какой момент, момент. Как бы, оставьте их вот, в их состоянии. Это их выбор. А себе позволите выбирать самому. Да? Вот. То есть, вы выбираете, и другие тоже выбирают. Понимаете? Абликсов? И это, это нормально. Вот. Это нормально, что выбирают, что человеческая жизнь достает из выборов. Выборов. Вот. А вы, получается, отрицаете саму возможность этого выбора. Вот. Я, если честно, не думаю, что это правильно. Я, если честно, не думаю, что эта позиция вам что-то даст. Я, если честно, не думаю, что вы в такой позиции будете счастливы. Причем, я не думаю, что вы даже были счастливы в этой позиции, как бы, ну, еще до того, как ситуация не произошла с вами. Я думаю, что уже какое-то время до этого вы были несчастливы, потому что мы чувствовали. Вот, скорее всего, вы чувствовали. Подсознательно, инстинктивно вы чувствовали. Вы чувствовали, что это не так. Я в этом более чем уверен на самом деле. Что вы чувствовали и знали, что то, как вот вы живете, или то, как вы жили, или то, как вы выстраивали отношения с людьми, да, вот, я более чем уверен, что какое-то время вас это уже не устало. Молен быть, молен быть, молен быть, вся, и ошибаюсь, конечно, но мне кажется все-таки именно так. Именно так. Могу, конечно, быть неправ. В любом случае, в любом случае, вы сделали правильный шаг, что пришли к нам на ресурс, вот, но хочется сказать, что это именно шаг, и это первый шаг, потому что следующий шаг, он будет такой, что вам нужно будет выбрать психолога на нашем ресурсе, ресурсе, вот, и начинать с ним работать непосредственно по проблеме. После чего будет проведена диагностика, да, то есть, ну, диагностика проблемы будет проведена, и, в общем-то, грубо говоря, станет понятно, что и, что и почему вас беспокоит, что и, что и почему чего, наверное, так правильно будет сказать, чего вы хотите. Вот. Вот это я полагаю то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Настолько, насколько это, значит, ага, ну, настолько, насколько это вообще реально, да, настолько, насколько это вообще можно сделать, сделать, вот, здесь, да, сейчас, отвечая вам на ваш, так скажем, запрос, вот, настолько, насколько, насколько это именно можно, вот, как бы, сделать, отвечая на ту информацию, которую вы дали нам. я думаю, я думаю, так, на этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, пишите в личку, буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, вот, значит, желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения данной ситуации, помните, что жить нужно для себя. Спасибо. Спасибо.